Субтитры делал DimaTorzok Сейчас ремонт кровли завершен. Обновленная крыша уже успела пройти боевое крещение в виде проливных дождей. При ремонте самой крыши, внутри, около этого светового фонаря, который находится на лестнице, она окружена такой падугой. Это лепнина, которая идет вокруг светового фонаря. Эта лепнина держится на досках. И когда стали смотреть, было принято решение, что нужно сделать обследование этих досок, потому что им уже более 100 лет. Анализ показал, обшивку падги необходимо срочно менять. На эти цели требуется свыше 4 миллионов рублей. Половина денег будет выделена в этом году, еще половина в следующем. Губернатору, который на днях был в музее, презентовали образцы будущей лепнины. В настоящее время сделано обследование, сделана полностью проектно-сметная документация. И мы сейчас как раз хотим привлечь внимание правительства и губернатора к тому, что вот эту падгу нужно ремонтировать обязательно, потому что это прежде всего еще на такой большой высоте общественная безопасность наших посетителей. В следующем году капитальный ремонт начнут в зале художественного музея. Сейчас его площадь составляет 741 квадратный метр. Сотрудники мечтают расширить площадь до 3000. К тому же в художественном музее планируют дополнительно открыть новую композицию из 1100 картин. Сергей Морозов предложил рассмотреть вариант о переносе художественного зала из Кривейческого музея в здание рядом с домом Гончарова. Мы тогда могли бы иметь дом музея Гончарова с широким спектром большой исторической и воспитательной работы, образовательной, которую он ведет. А рядом бы мы могли бы тогда привести все в идеальное состояние, создать наконец-то полноценное помещение для художественного музея. А общая территория оказалась бы для круглогодичного посещения и проведения мероприятий. В октябре ремонтные работы начнутся в отделе редких книг областного дворца книги. На эти цели предусмотрено 8 миллионов рублей. Еще в 2016 году в зале обвалилась штукатурка. Сейчас отдел закрыт для посещения. В отделе редких книг хранятся самые редкие наши книги. Эти книги начинаются с 14 века. Мы являемся региональным центром книжных памятников. И соответственно эти книги необходимо сохранять и оцифровывать. Мы купили недавно новый сканер. Ремонт требует и фасад дворца. Последний раз его ремонтировали 10 лет назад. Сейчас на здании под балконами есть сколы и трещины. Однако взыскать деньги на реконструкцию возможно не раньше 2020 года. А пока губернатор предложил поддерживать достойный вид здания за счет косметических процедур. Сергей Морозов акцентировал внимание и на состоянии деревьев, которые растут возле дворца книги. Поэтому здесь надо будет сейчас шкопать и закрыть основания деревьев. Прямо вот так вот, прям по периметру всех наших учреждений, чтобы они были защищены, эти замечательные старинные деревья. Интересовала главу региона судьба растений Инна Испланадин перед Ленинским мемориалом. Вот такие деревья, надо их убирать. Их надо вырезать, надо посмотреть состояние газонов, земляного покрова. И чтобы мы в осень здесь посадили не вот такие пупырышки, а посадили, так сказать, с комом серьезные голубые ели. Чтобы они пусть постепенно начинают подрастать. Сквер Языково хотят сделать уголком культурного и литературного отдыха граждан. Существующим деревьям присвоить имена великих поэтов, посадить новые растения. Инициативу установить лавочки, урны, шлагбаум, видеокамеры, провести электричество, делать дорожки, газон и деревянный настил выступил в Управлении культуры совместно с творческими продюсерами. Наша команда придумала такое название, скажем так, взяла на себя такую небольшую ответственность. Вот назвать это, возможно, сквер культуры. Это просто как вариант. Потому что, мне кажется, он логично связывает и музыкальные училища, и педминиверситеты, и первую гимназию, и Дом Языковых. И, возможно, он может стать культурным местом для культурного досуга, горожан. Однако известный в городе краевед Сергей Петров обеспокоен потенциально проводимыми здесь мероприятиями. Как бы они не превратились в шумные тусовки молодежи, которых, по мнению ученого, и так предостаточно. Губернатор точку зрения Петрова отчасти разделил. Со слов Сергея Морозова, концепцию сквера нужно продумать до мелочей, соединив отдых к культурам и природу. Но сквер приводить в порядок однозначно надо, заверяет глава региона. Очень осторожно дотрагиваться до этой территории. Дать возможность здесь восстановить зеленый покров, какие-то кустарники, досадить цветущие растения или цветущие деревья. И сделать здесь максимально, так сказать, эту территорию вот такой вот мини-дендропарком или мини-своеобразным каким-то таким особо охраняемой такой мини-природной территорией. Губернатор поручил до конца разработать план зоны отдыха. Ринат Алиулова, Данил Сырков, Новости Управды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова